Угроза, экстремизм, терроризм. Эти слова мы ежедневно видим на обложках газет, читаем в интернет-дайджестах и слышим по радио и телевидению. Повседневные дела и гонка, дом-работа, работа-дом заставляют нас поверить, что опасность где-то очень далеко, а может быть ее нет вовсе. В марте этого года два студента сельскохозяйственной академии, выходцы Таджикистана, уехали воевать в Сирию на стороне террористов. Опасность ближе, чем нам кажется. ИГИЛ или в расшифровке «Исламское государство» Ирака и Леванта – самая крупная на настоящий момент террористическая организация в мире. Боевая группировка, прикрываясь религиозными доктринами, буквально объявила войну всему миру. Современную борьбу сложно представить без гаджетов и технологий. Вербовка в ряды джихадистов сейчас зачастую осуществляется через интернет. Попасть в идеологические сети может любой. Статистика тому доказательство. На стороне ИГИЛа, по сентябрьским данным антитеррористического комитета, воюют около 2,5 тысяч россиян. Через турецко-сирийскую границу перебираются люди разного социального и экономического положения, возраста. А это значит, что маркетологи от терроризма могут найти подход к любому. Психолог с 20-летним стажем Светланы Боровкова легко рисует портрет потенциальной жертвы вербовщиков. Проще всего заманить молодежь от подросткового возраста примерно до 30 лет. Как правило, уговорам поддаются люди дезориентированные, потерявшие связи с семьей и друзьями. Родители для него, ну это просто родители, они не авторитетные, тем более там бабушки, дедушки и того хуже. У которого нет интересов каких-то, скажем так, интересов чем-то заниматься. Там спорт, какое-то художественное творчество, просто какие-то желания поспорить, выяснить отношения с кем-то. В принципе, у него никого нет. Нарушена система вот такого непосредственного общения. А в интернете всегда помогут и подскажут. Экзальтированным девушкам пообещают брак, большие светлые чувства, юношам подвиг славу или деньги. Технология, по словам психолога, очень проста и называется атака любовью. Склонные к авантюризму и приключениям молодые люди, не задумываясь о последствиях, уезжают за якобы лучшей жизнью и пропадают. Оба студента сельхозакадемии в чужой стране, вдали от дома, потеряли связь с близкими и поддались на провокации. Можно только предполагать. Случай этот взбудоражил представителей иностранных диаспор в регионе. Национально-культурный центр Азии объединяет шесть народов. Таджиков, казахов, киргизов, туркменов, узбеков, вьетнамцев. Лидеры диаспор серьезно обеспокоены. Работа с молодежью для них теперь одно из приоритетных направлений. Мы почему делаем акцент на том, что вы приехали учиться, а не воевать, это проходит красным стержнем по всем буквально беседам. Мы сами проходили все эти горячие точки, мы знаем, что это такое и объясняем, разъясняем молодежи, что кроме как на плаху или на скаме подсудимых это не приведет. Председатель таджикской диаспоры Илхом Бабоев рассказывает, из Таджикистана в Иваново в этом году приезжала делегация. Проводили встречи с молодежью, в том числе и в сельхозакадемии. Там учатся 250 студентов этой национальности. Что такое экстремизм и чем опасен ИГИЛ, объясняли очень подробно. Конечно, нельзя. Это категорически. По закону Таджикистана у нас это судебно, особенно. Не только Таджикистан, везде. У нас это особенно, потому что у нас, ну, по факту, правоохранный орган, который сказал, около 500 наших граждан сейчас за непонятки, которые там воевают. Участники воевают, мы не в курсе. Семинары, тренинги, коллегии и беседы. Представители многонационального Иванова твердо решили свою молодежь задействовать во всевозможных мероприятиях, энергию направлять в нужное русло и не допускать скуки, в которой, как известно, могут забродить дурные, деструктивные мысли. Психологи считают это правильным. На общении экономить нельзя. Важно найти для молодежи те рычаги, чтобы эта информация была подана как-то авторитетно. Либо это авторитетные люди, либо это какие-то события, либо это какая-то организация, которая для данного конкретного человека будет весома и авторитетна. Иначе все говорят белое, а я черная. И я считаю, что я прав. Мы, самое главное, объясняем, что это неправильно. Даже приводим примеры. Кто, например, уехал из Таджикистана, это все они знают. Все, что там происходит, это неправильно. В Игиле. Вот в роликах показывают, такого нету в Коране, такого нету. Вот, понимаете, и мы с точки зрения Конституции, и с точки зрения Ислама им это доводим. У терроризма в разные периоды времени были разные национальности и разные вероисповедания, рассказывает магистр шариатских наук имам Хатыб соборной мечети Юзеф Пибарсов. Он уверен, идеология ИГИЛа далека от Ислама. Что касается даже ИГИЛа, допустим, да, ученые единогласно вышли против этого. То есть это заблуждение. И никак нельзя причислять это к Исламу. Ни в коем случае нельзя. Хоть бы как они не говорили красивые слова, хоть бы как они не прозвучали их уст красивые лозунги, типа «Ислам» и так далее, это все неправда. Среди людей, которые посещают Ивановскую мечеть, радикалов нет, уверен председатель мусульманского духовного объединения области Ферит Ляпин. Все живут по законам страны, которые не должны и не могут расходиться с законами веры. Есть экстремистско настроенные люди изначально, с рождения даже, бывают вот такие случаи. Для них это уже никакой указ. Вот, ну, бороться. Потому что они, мы, например, их не знаем, например, они не ходили на лекции никуда, но они где-то в интернете, послушали и сочли, что это их предназначение. Я говорю, опять мы работаем и будем работать над тем, чтобы именно таких случаев не было. Ну, 100% гарантии никто не даст. В мечети молодежь направляют в созидательное русло. Своим примером опровергают стереотип о том, что ислам – агрессивная религия. Обо всех пропагандистских интернет-ресурсах, о их тысяче во всемирной паутине, в том числе страницы в социальных сетях, в Ивановской мечети знают и считают их настоящей угрозой для неокрепших в убеждениях молодых людей. Призывы зарывать, призывы убивать или просто, я не знаю, использовать, прикрываться под исламом, то есть нельзя такие цели преследовать, категорически запрещается. Термин «ислам» – это как бы происходит слово «салям», это мир, покорность Всевышнему Богу, созидание, строить, созидать, работать на то, что приносит пользу обществу. Ни видеозаписи кровавых расправ, ни ужесточения наказаний за экстремизм не дадут стопроцентного эффекта. Только внимание со стороны социума и семьи способны противостоять интернет-зомбированию. Никакого запугивания и запретов. Именно они порождают бунт и желание сделать по-своему. Иногда родственники очень поздно начинают тревожиться и совсем уже поздно бить в колокола, когда уже ничего нельзя сделать. Нельзя вот встать и лечь на пути у сына-матери, да он вас пришагнет уже. И это может быть. Потому что утеряно время. В начале октября в Ивановском доме национальности правительство региона представило стратегию гармонизации межнациональных отношений. Правда, о противодействии вербовке в ней нет ни слова. Борьбу с промывкой мозгов чиновники предоставили на откуп силовикам. По информации правоохранительных органов, один из таджикских студентов, уехавших из Иваново в Сирию, погиб. Судьба второго борца за исламский халифат неизвестна. Хотя несложно предположить, чем закончится для него эта поездка.